На что только не пойдешь, чтобы сдать экзамен, и на что готовы пойти родители, чтобы помочь в его сдаче. В индийском штате Харьяна несколько десятков человек штурмовали школьную стену во время экзамена, чтобы передать шпаргалки. И штурм стены начался после того, как была слита фотка вопросов. И сначала я такая, вау, нихрена себе у них там желание помочь своим детям. Но потом, копая эту новость, мы наткнулись на то, что в Индии это, походу, весьма частое и популярное сезонное развлечение. Оказывается, у них это каждый год. Казалось бы, а почему бы ученикам не сделать свои шпоры? Но почему-то вопросы отпали сами собой, когда я увидела суровое здание школы. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами мыслью по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней. В прошлом выпуске мы сетовали, мол, а че мы не пишем сценарий при помощи чата GPT? Ну вот, в этот раз он поучаствовал, хотя мы ее слегка и переделали, чтобы не было так палевно. Воу, правда, суммарно она сожрала времени, походу, еще больше, чем обычно. Так вот, я хочу, чтобы вы попробовали угадать какая-то из новостей. А спонсор этого выпуска все подписчики Бусти и Патреона. Спасибо вам, ребята и девчата, и спасибо, что дождались. Выпуск сегодня просто космический. Ну, че там в трендах гугла, кстати? Правильно, Старшип. Потому что весь мир, ну, я хотела сказать сегодня, но так как выпуск немножечко, так сказать, задержался, потому что у меня планшет не хотел со мной работать. Весь космический мир с увлечением следил за испытаниями корабля Старшип компании SpaceX. И, к сожалению, на этот раз все не прошло гладко. Ну, правда, это смотря как посмотреть. Старшип, который должен был совершить более амбициозный и далекий полет, столкнулся с проблемами в процессе возвращения на Землю. С такими, что прототип утерян. Полет начался весьма бодренько, все двигатели работали как надо, и все шло по плану. Корабль достиг ожидаемой точки отделения и вошел в космос. Но на обратном пути возникли проблемки. При возвращении в атмосферу, после весьма завораживающего зрелища, во время которого Старшип окутал раскаленный газ и довольно милого шевеления закрылками для маневров, он так и не смог войти в нужное положение и начал разрушаться. Контакт с кораблем потерялся, что, кстати, вроде как было ожидаемо. А позже SpaceX сообщили, что корабль был потерян. Хотя результаты этого испытания оказались неудачными, важно помнить, что в космосе нет места для страха и нерешительности. Каждый неудачный полет приносит ценный опыт и уроки, которые позволяют нам двигаться вперед. Мы уверены, что SpaceX скоро вернется с новыми испытаниями и достигнет новых высот в освоении космоса. Ну и для тех, кто на секунду завис с ложкой или вилкой вашего обеда на тему, что по ценам, запуск одного Старшипа, согласно официальным источникам, от 2 до 20 миллионов. Почему так? Не только потому, что SpaceX так сказали, а еще и потому, что это с учетом, что ракета будет возвращаться. SpaceX оценивает, что запуски Старшипа будут дешевле, чем у других систем. Президент Pioneer Astronautics Роберт Зубрин оценивает, что стоимость программы Старшипа для доставки на Луну составит лишь 1% от 100%. Стоимость его проекта составляет 2,89 миллиарда, и разрабатывается он в рамках заключенного контракта между NASA и SpaceX, в ходе которого ведется разработка посадочного модуля HLS Старшип. Этот модуль, кстати, должен будет доставить двух американских астронавтов на Луну и вернуть их на окололунную орбиту через неделю. И если помните, я рассказывала о том, как Безос пытался этому помешать, заваливая маска исками и апелляциями. То были звездные войны, которые мы заслужили. Ну а мы посмотрим, как богатые люди играют в дорогие игрушки и двигают технологии вперед. На самом деле, на ошибках учатся, и из этого тоже смогли извлечь нужные данные. Не за наш счет мероприятия, зато фейерверк можно смотреть бесплатно. А Старшип-то-то, кстати, делается в том числе и чтобы летать на Марс. На далекой красной планете, которая на самом-то деле не так уж от нас и далеко, группа планетологов во главе с Паскалем Ли из Института Сети при помощи орбитального аппарата МРО обнаружили огромный, мать его, гигантский ранее неизвестный щитовой вулкан. Штука дюжи громадная. Его диаметр достигает 250 километров, а в высоту вся эта прелесть 9 километров. А точнее 9028 метров, что делает его седьмым по высоте на планете. Для сравнения, высочайшая гора на Земле Эверест 8849 метров. На всякий, кстати, уточню, что вулкан так-то потухший и называется Гора Ночи. И еще раз на всякий случай для сравнения, самой высокой горой в Солнечной системе является гора Олимп, опять же на Марсе и с фактической высотой 21 229 метров и относительной 26 тысяч метров. А это, блин, 21 километр. Вулкан же, про который я вам рассказываю сегодня, располагается в экваториальной части Марса. И повнимательнее понять, где он находится, можно по вот этой вот картинке. Не заметить такое сложно. На расстоянии до 450 километров от вулкана располагаются обширные вулканические отложения, включая поле псевдократеров в виде холмов. И хоть вулканическая активность продолжалась на Марсе больше 4 миллиардов лет, есть мнение, что магма до сих пор не успокоилась. И я вот что подумала. Если бы он еще полыхал, как во времена своей юности, возможно, было бы астрономам-любителям Земли увидеть это в свои домашние телескопы. И жаль, что вулкан не бушует до сих пор, можно было бы туда кольца власти сбросить. И на сладенькое. Теперь за работой телескопов Уэбб и Хаббл можно наблюдать в режиме реального времени. Ссылочка на все это будет в телеграм-канале. А ссылочка на телеграм-канал будет в описании. Это, конечно, несколько не то, что ожидаешь увидеть от двух самых дорогих навороченных телескопов, но потом замечаешь кнопочки зум-ин и зум-аут. И это офигеть красиво. В общем, я открыла и начала залипать. Это же не просто какие-то фотки, а прям там вот это. И ты такой фига красиво. Это реально в космосе. А потом начинаешь отдалять зум все дальше и дальше, и там все краше и краше. Я очень рекомендую полазать. И лайк видосу поставить. Спасибо всем подписчикам Бусти и Патреона и всем зрителям этого выпуска. Вы очень меня вдохновляете. Сорян, что не часто. И спасибо также Василию Синовскому, Александру Черникову. И отдельное спасибо мистеру Хомяку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok